Мы продолжаем говорить о требованиях к диссертации. В прошлой лекции мы говорили об определенных академических умениях, которые позволяют качественно работать с материалом для диссертации. А сейчас мы поговорим о научной терминологии. Научный текст не мыслим без употребления научной терминологии. Благодаря специальным терминам становится возможным в сжатой экономной форме давать развернутые определения и характеристики определенных фактов, процессов или явлений. Однако подбирать научные термины и определения необходимо очень внимательно. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию. Помня, что каждая отрасль науки имеет свою присущую только ей терминологическую систему. Конечно, в работе не должно быть грамматических и пунктационных ошибок. Сейчас мы более подробно рассмотрим некоторые особенности научной речи, которые существенно влияют на культурно-стилистическое оформление научной работы. Прежде всего следует отметить наличие большого количества существительных с абстрактным значением, а также от глагольных существительных, например, исследования, рассмотрения, изучения и т.д. В научной прозе широко представлены относительные прилагательные. Именно они, в отличие от качественных, позволяют с максимальной точностью указывать достаточные и необходимые признаки понятий. В научном тексте, используя качественные прилагательные, предпочтения отдают аналитическим формам сравнительной и превосходной степени. Для образования сравнительной степени часто используют слова «наиболее» или «наименее». Особенностью языка научной прозы является отсутствие экспрессии. Отсюда доминирующая форма оценки – констатация признаков, присущих определяющему слову. Поэтому большинство прилагательных являются здесь частями терминологических выражений. Необходимо обратить внимание, что подавляющее большинство научных терминов употребляется с определенными прилагательными. Примеры такого применения представлены в нашей таблице. В этой таблице представлены основные научные понятия. Это такие понятия, как проблема, вопрос, задача, изучение, анализ, материал, данные, факт и информация. В таблице вы можете видеть определение этих основных научных понятий. В научных работах также широко используются действительные причастия прошедшего времени. Например, участвовавший в опыте или выдержавший испытания. Часто можно встретить страдательные причастия настоящего и пришедшего времени. Читаемая книга, к примеру, или изученный вопрос, проверенные результаты. И в первом и во втором случае не фиксируется отношение к описываемому действию на момент высказывания. Реже используются глаголы условного наклонения. Глаголы же повелительного наклонения в диссертациях не встречаются. Часто используются возвратные глаголы, пассивные конструкции, что обусловлено необходимостью подчеркнуть объект, предмет исследования. Например, в данном параграфе рассматриваются три точки. Научный текст требует смысловой завершенности, целостности и связанности. Поэтому важнейшим средством выражения логических связей здесь являются специальные функционально-синтоксические средства. Они указывают на последовательность развития мысли, отрицание и причинно-следственные связи, переход от одной мысли к другой и выводы. Для наглядности вы можете обратиться к таблице специальных функционально-синтоксических средств, которая помещена в раздел с основными материалами этого курса. В ней вы найдете перечни вводных фраз и выражений, которые очень помогут вам в сохранении последовательности изложения ваших мыслей на бумаге. Конечно, это далеко не исчерпывающий список, но он поможет при работе с диссертацией. Таким образом, в рамках этой лекции мы обговорили особенности научной речи, учитывая которые, соискатель в работе на диссертации будет более успешен.